Здравствуйте! Меня зовут Василий Рулинский и это рубрика «Церковь помогает». Здесь мы говорим о добрых делах людей церкви и о том, как к этим делам можно присоединиться. Вечером 22 марта настоятелю Никольского собора Красногорска Ирею Василию Лосеву позвонил его сотрудник. Люди бегут по мосту в сторону храма, сообщил он. Двери собора сразу же открыли, и там смогли укрыться 60 человек. Это были музыканты оркестра. В тот вечер они должны были выступать вместе с рок-группой «Пикник» в Крокус-Сити-Холле. Но за несколько минут до начала концерта дирижер увидел, как вооруженные бандиты врываются в зал и успел вывести всех артистов через служебный выход. Оказавшись на улице, испуганные и растерянные люди увидели купола храма и бросились туда. Инструменты, документы, верхняя одежда – все осталось в концертном зале. В храме музыканты немного отогрелись, и когда стало понятно, что им больше ничего не угрожает, стали разъезжаться по домам. Все эти дни молитва в Никольском соборе не прекращается. Сюда приходит множество людей. Клиники собора вместе со всем духовенством Одинцовской епархии совершают панихиды на месте трагедии. Кроме того, священники навестили в больницах всех пострадавших. Круглосуточно дежурили в морге, где проходило познание погибших. Для их родных и близких поддержка церкви была очень важна. Об этом, как никто другой, знает настоятель храмов при НИИ Склифосовского, протерей Роман Бацман. В Склиф привезли многих пострадавших в теракте. Всех этих людей посетил отец Роман. Батюшка, добрый день. Добрый день. Вы приехали в день теракта в Склиф. Что там происходило в это время? В день теракта я приехал вечером. И когда поступали больные и врачи все собрались, которые сказали быть на месте, не отлучаться, то вскоре подъехал еще Владыка Патериман. И мы сидели ждали, вдруг понадобится наша срочная помощь. Кому-нибудь из больных, кто-нибудь захочет срочно поисповедаться или причаститься. Даже в реанимацию посетили несколько человек. Только один человек отказался от нашей такой помощи духовной. А остальные очень радостно, как-то доброжелательно нас встречали. Я предлагал подмазать святым маслом, помолиться. Все говорили, да. Многие исповедовались, причащались раньше, правда, давно. Одна женщина, когда мы подвели розочку, ей так было как-то приятно, умительно. Она говорит, ой, какой запах приятный, потому что запах гарит, до сих пор стоит у меня. Это в носу и это в легких. Была-то очень такая она радостная. Под нашим визитом, подарочкам маленьким. Я знаю, там среди тех, кто оказался в больнице, в том числе в институте Скрифосовского, были люди, кто рассказывал чудесные такие случаи, как им удалось спастись. Вы тоже помните, они рассказывали такие истории? Да, вот как раз на следующий день, после посещения, даже в этот именно, в субботу вечером пришел мужчина на все ночные. Он был как раз мужем пострадавшей. И говорил, что когда все началось, как будто, говорит, англ-хранитель нас вел, потому что мы не побежали на одну лестницу, где потом вскоре раздались выстрелы, а почему-то нас как будто развернули в другую сторону. И когда мы в другую сторону побежали, услышали эти вот выстрелы и поняли, что хорошо, что мы в нужном направлении двигаемся. Но дальше было как бы страшнее, потому что когда они забежали в туалет для спасения, они услышали, как уже шли те, кто стреляли, и услышали выстрелы. И говорит, моя жена как будто взяла на себя роль какого-то такого лидера, такое было впечатление, как будто ей руководит тоже. И вдруг она громко закричала, ломайте стену. И когда стали мужчины там ломать ногами стену, к счастью, она была гипсокартонная, видимо, я уж подробности не знаю, не расспрашивал, то образовался такой проход на технический этаж. И все выскочили на технический этаж, и таким образом спаслись от тех, кто их преследовал. Но эта женщина, к сожалению, там упала в какую-то шахту, повредила позвоночник. И вот она как раз была в реанимации, вот я ее посещал. И со слов этого мужчины я узнал, что это именно она. Я с ней беседовал, ты также помолилась вместе с ней. Вот она сказала, что она в храм ходила, пра тоже давненько. И он сказал, что она после этого теперь будет тоже в храм приходить, исправиться, причащаться, потому что в последний раз, к сожалению, тоже был 5 лет назад. А как ее зовут и в каком она сейчас состоянии? Зовут ее Иулия. Сейчас она продолжает находиться там же, под капельницей, ну, в сознании. Потому что у нее только спина поражена, а все остальное у нее в хорошем состоянии. И, видимо, борется за то, чтобы подвижность вернулась к ней полная. Вы уже не первый раз помогаете людям, пострадавшим от различных чрезвычайных ситуаций, в том числе терактов и настоятелевых храмов, особых храмов при Низ-Клифосовского, куда прежде всего везут самых тяжелых пострадавших в этих сложных ситуациях. Чему учат нас, вас, эти печальные события? Ну, прежде всего, сострадать людям, прежде всего, свое сердце делать более широким для этих страданий. Потому что, когда, я помню, только начинал свое служение больничное и приходил в реанимации, где были младенцы в хранительском центре имени Бакулева на Рублевке, то у меня как бы невольно возникал такой вопрос. Вот, Господи, почему они страдают? Это же младенцы, они же безгрешные. Ладно, мы взрослые. И этот вопрос на рациональном уровне, конечно, он имеет ответ, но на сердечном, ну, как бы ответа такого не имел в какое-то время. Я к своему духовнику, тогда вот отец Аркадий, Шатов сейчас, Ладыка Патерим, он подошел к таким вопросам на исповеди. И он ответил мне, что это хорошо, что у тебя такой вопрос возникает. Хуже было бы, если бы он не возникал. И когда он так ответил, мне как-то стало легче сталкиваться с этими страданиями. Я понял, что просто надо стараться свое сердце делать более широким, для того, чтобы вместить эти страдания у людей, не пореждая свое сердце, и, конечно же, свою душу и свой ум. Вот, а людям тогда будет больше возможности помочь. Спасибо большое за ваше такое отзывчивое сердце, за ваши труды. И дай бог, чтобы все, кто находится сейчас в больнице, поправились. И будем молиться об их выздоровлении и о покоении всех погибших в этой страшной трагедии. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok адресную помощь нескольким сотням семей. Православные волонтеры Херсона передали продуктовые наборы жителям села Антоновка. А добровольцы Вознесенского храма Киева направили продукты жителям села Невское и города Лиман на Донбассе. Прямо сейчас требуются добровольцы для ремонта частных домов пожилых и инвалидов в Мариуполе. Проживание, питание, проезд церковь берет на себя. Если у вас есть 10 дней свободного времени, записывайтесь по телефону 8 800 70 70 222. Где еще можно помочь? Очень нужны пожертвования для поддержки пострадавших. Если у вас есть возможность, просим сделать пожертвования на сайте помочьбеде.рф или отправить смс на номер 3443. Для этого нужно ввести короткое слово «беженцы», поставить пробел и написать сумму. Например, «беженцы пробел 300». Будем продолжать наши молитвы о мире и помогать тем, кому тяжело.